Всем привет! С вами Дэн и у нас сегодня черная такая туба от San Martin. Напишите, для чего вы ее используете, помимо того, что вы храните в ней возможные часы. Что можно еще хранить в такой тубе? И у нас здесь винтажик. Ой, какой он небольшой. Да симпатичный. Ну, давайте сейчас все посмотрим. Значит, под комплектацией здесь все без изменений. Значит, все туго. Инструмент для замены ремешка и макулатурочку. Все это откладываем в сторону и приступаем уже непосредственно к часам. Значит, здесь винтажный пилот. Он прям так и называется у San Martin. Ну, собственно, можно и догадаться из дизайна. У-у-у, какая красота! Слушайте. Ну, здесь прям все, что я люблю, да? Можем перечислять. Во-первых, выпуклое сапфировое стекло. Точнее, даже купольное. Купольное сапфировое стекло. Здесь еще заявлен антиблик. Оно высокое на 2 миллиметра, может быть, и больше. Ох, классно! Во-вторых, посмотрите, какие здесь красивые черные стрелки. У них внутри люм черный. И они заявляют, что это какое-то термическое такое специальное закаливание, что они сделали стрелки такими черными. Интересно. Накладные цифры. Корпус под винтажик такой сделан под сороковые, когда много-много таких вот как бы ступенечек. Первая, вторая, а третья – это ступенька уже купольное сапфировое стекло. Здесь сатинирование очень красивое на ушках. Прям такой четкий срез идет. Длинные ушки. Опять же, в стилистике винтажных часов и в стилистике немецких часов. Ну, они их называют милитари-пилоты. Ну, собственно, почему нет? У пилотов часто были длинные уши. Вот такой очень максимально простой циферблат. Здесь у нас только логотип San Martin. Больше нет ничего. И это прям здорово. Кстати, модель Reference имеет SN0108-G. Там есть несколько версий, как они выглядят. Здесь вот эта версия мне понравилась больше всего. Такой циферблат. С одной стороны, золотистый цвет шампанского, может быть. С другой стороны, он немножечко под винтаж. Но не выцветший такой, выгоревший винтаж, а именно какой-то некая такая современная интерпретация. Мне, в принципе, такой вариант нравится. Потому что, ну, знаете, когда делают современные часы, как будто бы они старые, ну, выглядит немножечко странно. К тому же, ну, проще купить тогда действительно историческую модель какую-то там, да, старую ретро-версию, чем покупать новые, ну, как будто бы это старые часы. Ну, какая-то такая странная история. Вот как вот здесь сделано, мне нравится, наверное, больше всего. Значит, здесь 100 метров водозащиты. При этом заводная головка не завинчивается. То есть, в повседневе будет, ну, максимально удобно. Внутри стоит сейка NH35. Классический такой, без какой-либо гравировки, задняя крышка у San Martin. При этом есть система быстрой замены у ремешка. Ремешок кожаный, коричневый, хорошо подходит по цвету. В принципе, неплохой ремень. Ремень, неплохой ремень. Я не думаю, что этот ремень прям долго вам прослужит, но какое-то время, несколько месяцев поработает. Потом поставить что-нибудь свое. Вот свой ремень здесь, мне кажется, вот прям больше всего, наверное, зайдет под тон вот этих стрелок, таких темно-серых, цвет мокрого асфальта, можно назвать. Мне кажется, будет прям бомба, да, поставить такой же здесь какой-нибудь шершавенький такой ремешочек, будет классно. Значит, сталь 316L и сапфир с внутренним антибликом, я вам уже сказал, ну и бакли классические для San Martin, красивые, очень хорошо сделаны. Мне интересно посмотреть по размерам. Да, и цена примерно 200 долларов, ну там, опять же, в зависимости от колебаний курса и так далее. 38,5 и скидок, самый главный скидок, да. 38,5 по диаметру, винтажик такой, да, ну сейчас такие размеры модные. 12 по высоте, по ремешку. По ремешку, думаю, 18, нет, 19. 19, учитывайте. Не каждый ремешок подойдет, но, в принципе, 20 на 19 часто можно натянуть, потом притрется и будет как раз вплотную. 48,3 от ушка до ушка. Так, и мое запястье 18,5, ну и мы получаем вот такую вот вкусняшечку. Кстати, прострочка на ремешке, такой какой-то персиковый цвет. Ну, близко-близко к цвету, к цвету цифера, к цвету цифера. Аккуратная очень модель, небольшая, классная, такая яркая. Даже в каком-то плане, знаете, новогодняя, да, потому что цвет шампанского. Почему нет? Мне нравятся и зеркальные ушки, и зеркальный корпус, такой яркий праздничный дизайн. И вот эти стрелки, они просто, знаете, прям ван лав, да, вот смотришь на них и прям кайфуешь. Очень необычно сделано, очень классно. Хочу посмотреть, как это все в темноте светится, обязательно вам покажу. Так, и вес. И что касается веса, я думаю, грамм 90, наверное, да? 71, ну это вообще по вседнев максимальные такие универсалы. Особенно если ремешок менять, можно подо что угодно эти часы носить. А сапфирчик у нас имеется. Ну что ж, самое время посмотреть макро. Знаете, здесь вот есть еще такие детали, которые не сразу всплывают. Это, например, то, что когда смотришь сбоку на корпус, то задняя крышка, она с зеркальной полировкой, она тоже такая многоступенчатая, да? Вот здесь это хорошо видно и здесь. И здесь такие ступеньки получаются. Очень интересно. И прямая основная часть корпуса с классным сатинированием. Просверленные ушки. Ну, все выдержано прямо вот в винтажном стиле. Очень здорово, очень вкусно сделали. Накладные метки. Причем, смотрите, они по бокам тоже вот с этим вот желтым как бы цветом циферблата. Напыление, что ли, они здесь сделали. И, по-моему, даже и надпись San Martin так же. И вот интересно, как это сделали. То есть они выдавили, возможно. Ну, что-то я не очень понимаю, как это сделали. Потому что прокрасить это со всех сторон очень трудно будет. Ну, а здесь именно так. А сверху они именно такие вот как бы черненые. Очень круто. Слушайте, вот это необычный эффект. Если кто понимает, как это сделали, напишите в комментарии. Мне прям интересно. Ну, и стрелки. Стелс-стрелки прям класс. Черные. Сдержанные, матовые. И невероятно классный циферблат. Прямо не хочется, знаете, выключать. Выключать камеру. Настолько мне понравилась цифра на этих часах. Ну, что ж. Я думаю, что все слюни, сопли и радости я уже в обзоре рассказал. Мне кажется, за свою цену это, конечно, просто подарок. Если нравится такая стилистика, то здесь, вы знаете, не просто характеристики, не просто цена, а здесь еще и дизайн, и как бы вот эти вот маленькие фишечки. И это все, как мне кажется, говорит о том, что марка постепенно растет. Да, они иногда делают прям откровенные хомажи, иногда делают что-то свое. Но вот добавляет уже к этому суперкрутому качеству отделки циферблатов и особенно корпусов. Теперь они добавляют какие-то еще необычные фишки. И вот это идет рост вверх-вперед. И, конечно, за это можно только похлопать. У меня на этом все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся. С вами был Дэн.